Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителям моего канала. В преддверии зимы, зима близко, север помнит, хотелось бы подвести некие итоги сезона открытой воды. На самом деле он еще вполне себе продолжается, но может, как и в прошлом году, неожиданно закончится. У нас река свободна от льда, а вот пруды затянуло, то есть несколько сократились возможности выбора, куда сходить и на что половить. Но так как у нас народ с ума сходит по мормышингу, будем говорить о мормышинговых удилищах, о мормышинговых итогах, ну и сверху я так присыплю, накрою микроджиговыми какими-то наблюдениями, на мой взгляд, гораздо более интересными, чем мормышинговая мода. Потому что для меня мормышин, как и был, весной во время запрета и в межсезонье перед зимой чисто развлечение, чтобы разбавить что-то другое и все. Летом гораздо более интересные способы ловли, в том числе спиннинговые вариации различные, тот же классический ультравайт ловли на вертушку, колебалки и так далее. Это, на мой взгляд, самое интересное, что есть, но вам уже решать. То есть мода или проверенные временем технологии, потому что тот же спиннинг это аж с 17 века, а наибольшее распространение получилось с конца 19 века. Ну вот, смотрите, сколько мормышингов существует и сколько спиннингов. Просто. Так, ну это все от основной темы некие ответвления, поэтому давайте вернемся к тому, что разбросано по столу, разложено. Это так просто для антуража, мормышки, катушка и насадки. Хотя об этом тоже можно поговорить. Так, 4 спиннинга, мой самодельный джедай, Crazy Fish Nano Zero Issy, Abu Masbit Extreme, первая версия. И этого года модель от Abu Garcia называется Karabuz Delicate. Так, в принципе, что можем сказать? С чем я буду ловить? С чем удалось какие-то приятные впечатления получить? От кого получить неприятные впечатления? Неприятные впечатления вы можете агрести, например, с Crazy Fish Nano Zero Issy. То есть, сдерживающий ресурс данного удилища минимальный. То есть, рыба грамм 300 его завязывает в узел и дальше уже зависит от везения, чистоты места и так далее. На мой взгляд, это совершенно не дело. Во-вторых, он абсолютно не для мормышки. Он имеет ярко выраженный концевой строй и наиболее подходит для нано-джига, потому что у него полтора грамма всего теста, соответственно, где-то граммовый плюс приманка, это нормально. Я вам видео снимал, можете посмотреть на канале, кто не в курсе, или кто-то вообще будет негодовать и сучить лапками. Я вам видео выкладывал, как он справляется вполне с вертушками мелкими и с тем же нано-джигом, например, для привовли разной рыбы. Неоднократно не справлялся с хорошей рыбой. И, возможно, конечно, мои кривые руки. Но почему-то мои кривые руки оказывались прямые, когда я ловил тем же Крэзефишевским Ибису Виолетт 2 до 3 грамм микроджиговым удилищем и вываживал карпа на 2 килограмма 300 грамм, нисходя с места. Вот там 3-х граммового удилища длиной 1,80 метра оказалось вполне достаточно, чтобы вывести карпа достаточно уверенно. Но там места было побольше и оно чистое. С этим удилищем, увы, я бы не стал связываться с карпом от слова совсем. То есть попробовать можно было бы, но результат, я думаю, был бы закономерен. Теоретически несколько сгладить впечатление от удилища, что оно слишком жесткое для того, что оно не позиционировалось мармешингом. Это люди его туда загнали. Я не знаю, сейчас написано на сайте или нет. Раньше было для ультралайтовых приманок, по-моему, было указано. На моно какой-то можно ловить, тогда может быть. Я ловил на него, вернее, оба раза пробовал на дунаевский полиэстер. Совершенно мне не понравилось. А вот с тем же полиэстером, только чуть потолще или с тонким шнуром, отличный вариант для NanoJ. Кто ищет, пожалуйста, можно брать. Другой вариант это вопрос, нужно ли платить столько. Мы еще вернемся к себестоимости, и стоит ли вообще заборачиваться дорогими спиннингами. Для меня это дорогой спиннинг. Я его купил несколько дешевле, конечно, потому что там как-то умудрился выцепить по меньшей цене. Никакого спонсорства, увы, и никакой халявы. Я бы рад. Так, он в моем арсенале так и остается, но только в качестве NanoJ уделища и с возможностью перехода на мормышку в качестве, не знаю, исключения или там безвыходной ситуации, если у меня просто я решил, что достаточно будет одной шпули с леской 0117 для овли и на NanoJ, и на мормышку, если вдруг меня припрет во время рыбалки, понадобится. Так, дальше, следующее удилище. Несколько запоздалое открытие этого года по случаю купленной Абу Гарсия Мазбит Экстрим. Удилище Форелевый Ариник до 2,5 грамм, 1,8 м для японского рынка внутреннего. Давно снят с производства. В продаже еще встречается, на вторичке встречается, там же был куплен. По моей глупости был поломан, но отремонтирован достаточно аккуратно, была сымитирована точно такая же обмотка, как у других колец. Теперь просто нечто похожее на вклейку в середке есть. На самом деле там что-то такое есть. Некий конус, переход с одного конуса на другой, и там же вот, к сожалению, сломал на коряге. Глупость сделал. Ну да ладно. Чем впечатлил? С держащим ресурсом, во-первых. 400-граммовый окунь на леске 0,1. Вытаскивался с недоумением. Ну не может такая рыба так легко выниматься. Оказывается может. Потому что достаточно мощный комель, поэтому он на тяжелое удилище. Я тут взвешивал, у меня все оборжали, и он 90 грамм весит почти. Не надо гнаться вот за этим. Оно неправильно, на мой взгляд, сделано. Люди делали для ловли фореля, которая гораздо более бойкая, чем большинство нашего вот такого окушка. И мощный комель это ваш замечательный шанс на победу в поединке с рыбой. Мы не враги на самом деле. Я большей части отпускаю. Так, впечатлил дальностью заброса мормышки той же. То есть, на мой взгляд, из того, что я перепробовал, всяких мормышинговых удилищ, самое дальнобойное. Несколько смущает наличие обычных колец. То есть, Fuji, да, в стальных рамах, но в стандартном дизайне абсолютно. То есть, люди даже не стали заморачиваться какими-то однолапами, кольцами. Поставили, ну это бюджетник, по мнению Абу Гарсии. Но, тем не менее, он дешевле стоит, чем тот же Crazy Fish. Поэтому, да, бюджетник. Да, не идеален, но спроектирован с пониманием того, что должно получиться. А не то, что люди разберутся, как этим пользоваться. Так как я его поломал, и он теперь в продаже после ремонта. После ремонта отловлен, все нормально, никаких проблем. И на корягах, и на рыбе все хорошо. Не совсем из-за этого. Потому что посмотрел, что появилась в продаже вот эта вот штука. Crazy Fish. Тьфу, Crazy Fish, господи, опять. Абу Гарсия, Крабус, Деликейт. Вот с таким золотым жуком. Очень хотелось сравнить на картинке, потому что выглядели одинаково. Тест был какой-то странный, пришлось рискнуть и купить. Потом начали этот тест все-таки менять в правильном направлении. Ошибка даже была у самой Абу Гарсии на сайте. То есть у них тест одинаковый, до 2,5 грамм. Так, от каких там? От 0,3. И это правильный тест. То есть это вообще не вранье ни разу. То есть как у нас любят писать от нуля. Так, эти татары откуда написали-то? От 0,2. Ну не знаю. Не сомневаюсь. Так. Вот этот действительно может от 0,3 швырять нормально абсолютно. 0,4 для него рабочий вес. Кидает он его далеко. Все, что более тяжело, тем более улетает там на какие-то совершенно нескромные расстояния. Вполне себе спиннинговые. Та же мормышка летит. На мой взгляд, вот это гораздо более мормышинговое удилище, чем то, что делают наши, ну почти наши украинцы. Так, дальше. Ну было еще смешно, да. Вот этот, даже вот такой вроде бы достаточно адекватный бланк у него здесь. И не справляется с рыбой приличного размера. Когда я посмотрел, заинтересовавшись черной мухой, там, Blackfly, самодельными спиннингами, опять же, украинцев, насколько я понял. Когда там один из их ребят на их же YouTube-канале бегает за рыбой по пруду. Я не знаю, в чем там, в забродных сапогах или по поясу, или по шейку, не знаю уже. Вот это было, да, смешно. То есть, не он рыбу вытаскивал, а рыбой вытаскал по пруду. Поэтому, ну это вообще, это не спиннинг. Это баловство. Таким же успехом можно, я не знаю, там, рукой тогда леску закидывать, и то больше, наверное, справитесь. Поэтому, да, оно там все из себя гибкое, да, оно легкое, оно прекрасно выглядит. В смысле, с точки зрения неофитов. Но спиннингом это не является. Поэтому, мармышинговые удилища пусть будут. На мой взгляд, это все излишки и гонка за тем, что можно продать и тем, что можно купить. Так, деликейт одинаковый абсолютно. Небольшая разница в каких-то ощущениях и до 2 грамма весом тем, что большая часть бланка залачена. В остальном, по-моему, абсолютно идентичны. Вплоть до любых деталей, которые тут есть. Единственное, там, цветовые лишения только и все. Ну, и позиционирования разные. То есть, они для европейского рынка, для внутреннего японского рынка. Так что, в следующем году, в этом году не уверен, что она успеет. Но, может быть, успеет, потому что заказ на катушка, тоже карабуз. Довольно странно, что она весом аж 207 грамм. При весе его 90. То есть, довольно тяжелый, получается, комплект. Но люди забывают, что есть такая штука баланс. Игнаться именно за суперлегкой катушкой зачастую не всегда нужно. И форелевые удилища, ариники, раскачивают мормышку гораздо лучше, чем специализированные мормышинговые удилища наши с клейкой. А они-то булярные все. Я что-то не видел форелевых удилищ с клейкой. Если они не универсалы, конечно. Траут Ария Командер от Дайвы, на мой взгляд, исключение. То есть, у него есть вклейка, но это отличное микроджиговое удилище оказалось. Хотя заявлено, вроде бы, как арины для форели. На самом деле, у них написано двойственно на сайте. Для ловли форели в стоячих водоемах и для обычных водоемов для ловли окуня. Поэтому он такой, а не чистый форелевик. Тогда он был бы отобулярным. Так, карабуз в комплекте с катушкой, скорее всего, будет основным в следующем сезоне. Если успею протестировать в этом сезоне, покажу, расскажу. Абу Гарси и Мазбит с катушкой Абу Гарси и Кардена 80F, который у меня в роликах продажи. Этот остается в качестве спиннинга для фана, для развлечения. И прийти вечером после работы и поддергать мелких окушков. Просто для развлечения, посидеть, подумать. Это вместо того, чтобы раньше с удочкой посидеть, подумать. Теперь вот посидеть, подумать с таким вот. Просто для развлечения вообще. Так, и верхний спиннинг, который сверху, назовем его спиннингом. Это спиннинг, которым, в конце концов, стал джедаем, а начинался как спиннинг за 65 рублей. То, что бланк стеклопластиковый, который у него здесь вот этот яркий оранжевый, длиной метра 22. И весом где-то в районе 65, ой, ну что-то да, такое. 65 грамм, по-моему. Оказался гораздо более интересным удилищем, чем тот же CrazyFish. Да, кидайте в меня тапками. Себестоимость удилища где-то рублей 600-650. Рукоятка из зимней удочки Акара. Оказался офигенной рукояткой на самом деле. То есть она легкая, она замечательно лежит в руке. Она, в смысле, рукоятка, потому что катушка-держатель у нее, видите, в виде подвижных пластиковых колец. И они тоже очень неплохи. Нет никаких холодных частей. Очень легкая, говорю, опять же, рукоятка. Очень удобно держать в руке. Плюс вы имеете возможность отыграть баланс какой-то. То есть вот это вот кольца, они двигаются. То есть вы можете катушку сдвинуть в самый край. Хотите в край передний, хотите в край задний. Ну и опять же, ширина лапки, длина лапки катушки большого значения не имеет. И даже вес не имеет большого значения, потому что, во-первых, вы говорите, отыграть можете. Во-вторых, сильно легкое тут ставить смысла нет. То есть те же 180 или 200 грамм, отличный вариант. Гнаться за 150 грамм, за 110 грамм катушки никакого смысла не имеет. Спиннинг отлично бросает. Он не сильно уступает той же Мазбит Экстрим, который, во-первых, длиннее его, скорее всего, за счет этого лучше бросает. Во-вторых, она в 10 раз дороже примерно. Поэтому вангую, что в этом году народ продолжит интересоваться стеклопластиковыми спиннингами, причем в основном короткими. И сами понаделывают, и на Алиэкспрессе накупят. Будет такая вторая, второй приход стеклопластика. Не такого кондового, как было раньше, не такого дешевого. Потому что даже то, что продается на Алиэкспрессе, дешевым не является. Но если вы сами хотите себя повеселить, окружающих, вывихнуть мозг у тех, которые там спиннинги по 10 тысяч, можете купить бланк за 65, сделать себе удилище вот такое, ценой в 600 рублей, и уделать их на рыбалке. Будете иметь хороший заброс, будете иметь хороший сдерживающий ресурс, и будете иметь некую универсальность. То есть он с тестом примерно граммов до 4. Вершинка у него где-то полтора миллиметра, насколько я помню. Внизу где-то в районе 5 миллиметров. Этот нарочито делался по обходной и бестолковой технологии. То есть то, что вы можете сделать вообще на коленках, не заморачиваясь, ни с какой вообще эпоксидкой. Клеилась обычным суперклеем. Дальше надевалась трубочка из термоусадочной трубки. Они разного цвета бывают, можете сделать как вам удобно. То есть можно яркий, видите, белый сделать кончик. В смысле не кончик, а обмотку, но она же не обмотка. Обтрубка тюльпана, а дальше сделать какой нужно вам цветом. То есть у меня рукоятка черная, соответственно обмотки, обтрубки черные. И кольца совершенно любые можете. Даже набрать салат из того, что у вас лежит из сломанного домашнего предыдущего, перенести их на ваше удилище. Получается 4-5 колец вы можете здесь разместить и тюльпан, соответственно. Очень интересная штука. Ролики на канале по изготовлению и по ловле. Ничего крупного, правда, на тот момент не попалось. Но это очень забавный вариант и абсолютно рабочий. На удивление просто. Я когда первый раз с ним пошел, я просто сел в ржал там на всю речку. Потому что, ну ё-моё, он справляется со всем тем, что мы ждем и требуем от мармышингового спиннинга. Просто на удивление. То есть ему абсолютно все равно какая леска. Ему все равно вес мармышки примерно. То есть те же наши 0,4 грамма основные. Меньше можете сами его там точить, что хотите. Но мне смысла нет такого ставить. Я считаю 0,4 вот пуля от этого, от пневматики. Это самый оптимальный вариант. Вообще можно одной... Почему мне мармышинка не особо нравится? Можно вообще не заморачиваться. Можно одной вот такой вот мармышкой ловить весь день. Горе не знать. Будет плевать разная рыба. И одним мотылем. То есть на самом деле, опять же, вернемся к этим несколько... К приманкам. Основной и самой универсальной оказался все-таки мотыль. Любой. А там уже, смотрите, там цвета разные, толщина разная. Ну и цена, соответственно, разная. Не имеет смысла гнаться именно за Берклевским. Зачастую он, оказывается, не самым лучшим. У меня, например, неплохо работает Косодаковский зеленый мотыль. Как ни странно. Будут другие цвета. Я уж там коричневые, оранжевые видел. Я их тоже куплю. И пусть будет... Место занимает минимум. Держится долго. Рыбк льет достаточно активно. Всякие там маготы... Не так часто. Вот, например, довольно интересный магот от Косодаки с чесночным запахом. Почему-то оказался вообще не востребованным. Но я его стараюсь все-таки хоть как-то разловить. Я его перевел уже в какие-то там эти... В нано-джиговые приманки. И то не особо. Так. Так что смотрите. Понятно, что мормышинг как мода будет продолжаться в следующем году. Но немного поменяется. То есть я надеюсь, что производители наши-не наши среагируют на интерес народа к стеклопластику. Сделают что-нибудь фабричное. А не сделают, сделайте сами джедаев вот таких. Попробуйте. На мой взгляд, очень интересная штука. Может быть, не нужно будет вкладываться. Купите себе хорошую катушку зато. Ну, опять, она говорит. Ничего особенного от вас не требуется. Тот же Спиритул. Отличная аккуратная намотка. Компактная, современная катушка. Стоит недорого. Поэтому смотрите, для себя решайте. Готовы вложиться. Обязательно вложитесь. Потому что, ну, фанаты и так далее. Как-то... Кому не надо, те купят Дрэгона. Попробуют, скажут, фигня какая. Продадут его на... Авито снова. Там их очень много сейчас продаются. Дрэгоны, да, ее прям сплошняком. Люди же смотрят разные ролики. Им же советуют, как для начинающих взять эту штуку. Они берут, а потом оказывается, что... Увы и ах. Но некоторым этого хватает. Я, слава богу, бросил этим волостом заниматься. Теперь занимаюсь вот таким вот волостом. То есть, я на коленке могу сделать себе спиннинг, в принципе, ничем не хуже, чем у многих. Как оказалось. Причем вообще на коленке буквально. То есть, здесь специально была обходная технология, совершенно не требующая ни инструментов, ни знаний, ни умений. Если руку набьете, в течение часа можете себе собрать работоспособный спиннинг ультралайтовый. Который без скидок можно назвать работоспособным. Так что вот так. Ну, кидайте тапки. Жду комментариев злобных, как обычно. Ты говоришь, вы все в Риоте. Другие говорят по-другому. Что вы выдумываете? Crazy Fish наше все. Black Dragon круче всех. Ну, а Мармышинг это вообще ультралайта. Остального не бывает. Все это напоминает какие-то эти с ковидом связанные заморочки у людей. Есть, нету, помогают маски, вакцины или нет. Давайте, налетайте, отобьемся. Все, всем пока. Продолжение следует...